Сегодня мы в Москве провели серию встреч, посвященных отношениям между Арменией и Азербайджаном, карабахскому урегулированию. Сначала прошли двусторонние встречи, раздельные двусторонние встречи с моим коллегой из Азербайджана, затем с коллегой из Армении, и затем мы встретились уже втроем, где обменялись оценками той ситуации, которая складывается в контексте работы по выполнению договоренностей, достигнутых за период после ноября 2022 года между президентами Российской Федерации, Азербайджана и премьер-министром Армении. Напомню, прежде всего, эти договоренности касаются обеспечения безопасности и стабильности в Карабахе, как в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Они также касаются разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, этим занимается трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. И эти договоренности также касаются решения гуманитарных вопросов, но прежде всего речь идет о делимитации границы с ее последующей демаркацией. Для этого отдельным заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении была создана комиссия по делимитации армяно-азербайджанская с участием российской стороны в качестве консультанта. Ну и, безусловно, отдельной темой является мирный договор, над которым стороны начали работать, и который сейчас активно обсуждается, в том числе с подключением других посредников. Как вы знаете, армянский и азербайджанские министры ездили в Вашингтон, президенты Армении и Азербайджана были неделю назад в Брюсселе. Работа над мирным договором, безусловно, является основополагающей. Но наши партнеры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности и в Карабахе, и на армяно-азербайджанской границе, очень трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора. Все это мы обсудили в комплексе. Коллеги выразили признательность российской стороне за ведущую роль в наших общих усилиях, которые воплощаются прежде всего в упомянутых трехсторонних заявлениях наших лидеров и в тех контактах, которые продолжаются по каждому из упомянутых мной направлений. На следующей неделе должна состояться очередная встреча трехсторонней группы вице-премьеров по вопросам разблокирования транспортных коммуникаций. Мы надеемся, что по итогам будет достигнут позитивный результат. Стороны уже весьма и весьма близки к окончательной договоренности. Ну и в ближайшее время условились провести заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с консультативным участием Российской Федерации. По мирному договору, по целому ряду статей, которые мы сегодня обсуждали, удалось, я считаю, приблизить понимание обеих сторон к общему видению. И рассчитываю, что вот сейчас началась уже двусторонняя встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, рассчитываю, что по ее итогам они нас проинформируют о том, чего удалось достичь. Наша задача была провести и предоставить площадку для проведения двусторонней встречи. Мы изложили наши подходы, как я уже сказал, и рассчитываем, что это мероприятие позволит переговорам, которые сейчас продолжаются между министрами Азербайджана и Армении, достичь практических результатов. Будем и далее способствовать движению вперед с тем, чтобы в полной мере выполнить все положения, всех трехсторонних заявлений, которые составляют фундамент усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Спасибо.